С начала этого года криминогенная обстановка в городе Семей остается стабильной. Об этом на пресс-конференции журналистам сообщил начальник управления полиции Дулат Казахпаев. Он отметил, что также наблюдается снижение количества общепреступлений. Подробности смотрите в следующем материале. За 4 месяца 2019 года наблюдается снижение количества общеуголовных преступлений на 438 фактов. Это 17%. Несмотря на снижение краж чужого имущества, данные преступления являются наиболее распространенными и составляют более 70% от общего числа. Один из самых распространенных видов – это карманные, автомобильные кражи, а также скотократство. Необходимо отметить, что раскрытие некоторых категорий преступлений затруднено несвоевременным обращением граждан в полицию, а также рядом других факторов. Теряется драгоценное время, за которое можно было бы раскрыть преступления по горячим следам. На днях, можно сказать, уже задержали несколько серийных воров, которые несколько групп, то есть, которые несколько, 12 где-то эпизодов наблюдается краша с автотранспорта. Вот группу взяли, сейчас они находятся у нас в изоляторе временное содержание. Всего с начала года совершено 8 краж скота. По сравнению с 2018 годом, этот показатель снизился до 33%, раскрываемость увеличилась до 44%. Нераскрытыми остаются 5 краж. Основными причинами, затрудняющими раскрываемость преступления данной категории, являются, опять же, несвоевременность с обращением потерпевших, которые зачастую приходят в полицию спустя 48 часов и более, а также отсутствие коллективного выпаса, то есть, скот пасется без присмотра. Вот группу взяли, сейчас они находятся у нас в изоляторе временное содержание. И вот взяли группу, которая занималась скотократством, тоже две группы, тоже по нескольким эпизодам. Где-то 30 голов ушло, где-то 7-4, вот такие партиями воровали эти группы. Две группы сейчас задержаны, по крайней мере, ведется дальше следствие. На пресс-конференции также поднимался вопрос об открытой продаже наркотических средств. Начальник управления заверил, что контроль в этом плане ведется ежедневно. Ну вот за неделю даже, вот, пять преступлений только, вот, у нас в этом плане, вот, ежедневно проводится работа по выявлению, вот, кто занимается наркотиками, пять сбыта. Вот четыре сбыта, один хранение, вот, мы опорвали. Три уголовных проступка, вот, за неделю, я могу сказать, которые. Это ежедневно контроль, и мы тоже боремся, это такой вид, которым надо ежедневно, здесь спуск нельзя давать. Да, мы знаем, и у нас состоят более 200 человек на учете, за которым мы тоже ведем наблюдение, без внимания не остается. За истекший период текущего года привлечено более 1200 лиц за нарушение правил благоустройства. Сотрудниками местной полицейской службы ежедневно проводятся рейдовые мероприятия по пресечению создания стихийных свалок в частном секторе и во дворах многоэтажных домов. Общая сумма наложенных штрафов составила 1 миллион 204 тысячи тенге. Данная работа проводилась в частном секторе, а также с юридическими лицами. В этом году также снизились факты мошенничества до 43%. Как отмечает Улад Казахпаев, гражданам необходимо быть более внимательными, когда проводят куплю-продажу и не давать свои личные контакты, пока не будут уверены в сделке. Был на днях тоже случай, вот, продаю лошадь, мы видим, и сразу же этот человек говорит, я покупаю, давайте номер счета, я вам перечислю задаток, и тут он в сего счета снимает деньги. То есть он в свой номер что-то показывает, это такие тоже виды есть мошенничества. Всего в ходе оперативно-розыскных мероприятий раскрыто более 500 ранее совершенных преступлений. По категории преступлений прошлых лет раскрыто более 100 преступлений, из них 4 убийства. Задержано 30 уголовных преступников, находящихся в розыске. Начальник управления полиции также отметил, что с 10 апреля стартовала республиканская акция по выкупу у населения незаконно хранящегося оружия. На данный момент в полицию с заявлением обратились 24 гражданина, сдавшие 44 единицы незарегистрированного оружия, которым была произведена выплата в размере 2 миллионов 471 тысячи тенге.